всем привет дорогие друзья с вами снова александр изолим здравствуйте давно мы вам вам ничего не рассказывали ничего не сравнивали и совсем недавно на моем канале вышел обзор на очень понравившись а мне лично коляску от компании cybox газели s называется колясочка и она очень сильно пересекается по своему функционал вообще как идея до коляски с коляской а по baby vista я вам обзоре говорил что мы залимом это обязательно сравним кстати обзор будет достаточно большой так что что вкусненькое возьмите и садитесь поудобнее мы с вам все сегодня покажем чем они отличаются и как ими пользоваться для погодок вот начнем соответственно пробежимся вообще в целом что они себя представляют характеристики посмотрим сначала для одного ребенка а потом покажем уже возможности для погодок соответственно в двух словах технические характеристики именно газель с это немцы cybox кто не знал наверняка вы это знаете рассмотрит этот обзор вес с люлькой вот как сейчас вы видите 13 7 килограмм с прогулочным блоком чуть позже увидите 12 и 8 килограмм а вес с люлькой и сиденьем когда вот у вас родился второе а первое уже достаточно большое он уже в сиденье вот вес то этой конструкции будет 17 с половиной килограмм и соответственно где-то до 4 5 лет всю эта конструкция можно мы ее использовать ширина колесной базы здесь кстати 65 сантиметров имейте ввиду старых домах не в каждый лифт вы зайдете придется его физически чуть-чуть раздвигать и собственно не на все расскажи свои а по baby vista это американский производитель очень давно уже на рынке завела сердца родителей уже давным-давно и соответственно характеристики 12 и 6 килограмм коляска весит с люлькой 12 и 2 килограмм с прогулочным блоком вместе с двумя блоками то есть модификации для погодков это коляска весит 16 2 килограмм ну и по ширине колесной базы также 65 сантиметров и тоже учитывайте да они очень похожи на самом деле и начнем сейчас с вами сравнивать их немножечко по с люльки по ткани друзья сразу скажу у газет с очень приятная тактильная ткань она действительно заслуживает статус премиального сегмента как я по baby вот поэтому ткани здесь вот супер классные все хорошо давайте по козырьку пройдемся газель с есть вот такой небольшой дополнительный козырёчек который можно убрать сзади у нас есть вот такая вот секция с моски . чтобы можно было открыть ребеночку соответственно регулируется с помощью кнопок козырек накидка на ножки что мне нравится лично в этой коляске она держится на кнопочках и не на 2 она целых четырех снизу едва держат ее сверху сам бортик это очень надежная конструкция на самом деле вот что касается самой люльки люлька очень большая вместительная сейчас я залима мы решили все-таки взять рулетку и самостоятельно замерить размер люльки сейчас я замерю здесь так возьми рулеточку сейчас мы маленькой камерой подснимем все сейчас подожди да мы решили перемерить люльки и будем вам показывать как мы это делаем по причине того что в разных источниках по-разному указывается расти размеры но сейчас вы убедитесь соответственно точные габариты так смотрите у газель с у нас мы полностью видите упираем ее в верхнюю часть и мы видим 72 сантиметра а ширину давай посмотрим у нас здесь по факту вот сверху широкой стороны 70 33 сантиметра но сучу на глубину да поверим глубина у нас здесь 20 ну грубо говоря 25 сантиметров сразу же замерим а по пейбе чтобы к этому же не возвращаться упираем тоже вы видите до конца и что у нас там 75 сантиметров на кругу 75 сантиметров ширина ширина почти 32 практически и глубина есть 19 почти 20 но около 20 сантиметров собственно вы видели сейчас именно реальные замеры не то что указаны где-то в каких-то источниках а то что мы реально намерили здесь с рулеткой и я думаю что именно вот от этого размера нужно и отталкиваться и вы видите что они очень сильно в этом отношении похожи расскажи теперь про эту люличку до лапы baby vista ткани чуть помягче но тоже премиальные отметил бы что палитра цветов очень богатые лапы baby vista очень большая ну выбор есть из чего плюс ко всему здесь и встроена внутри спрятанная такая шторочка защита от солнца да и от снега я думаю спасет данная система и очень глубоко закрываем ребенка плюс ко всему и и насколько я знаю нас защита от ультрафиолет до вас на жаре до 50 до защиты ультрафиолета да так кнопочками регулируется козырек по наклону и накидка держится на молнии опять-таки для людей кому такая система больше нравится здесь именно вот такая используется внутренняя обивка тоже очень хорошее здесь мягкое как и в принципе и у сайбокс давай матрасики заодно сравним подращение вот собственно матрасики они практически идентичны но у сайбокса он просто немножечко помягче да здесь чуть потверже матрасик да кстати многие родители спрашивают дно у сайбокса деревянная деревянная да у ap baby пластиковые козырьке кстати не закончил есть спрятана дополнительная секция который в котором соответственно имеется сеточка для проветривания и в плане проветривания кстати здесь помимо того что есть в козырьке секция имеется также и на дне возможность открыть проветривание на липучке открывается секция и вот здесь благодаря отверстия можно открыть микроциркуляцию внутри основание там сделано с отверстиями чтобы дышала все так с люльками мы закончили покажи как снимается здесь очень круто реализовано съем для одна самых удачных систем на мой взгляд возможность снять одной рукой за счет того что кнопка находится в месте хвата то есть большим пальцем нажимаем кнопку и одним движением снимаем люльку в газе лес тоже прикольно потому что кнопочки с памятью мы просто нажали ничего параллельно не держим и потом снимаем так люлечки мы пока уберем в сторонку и поставим прогулочные блоки держи блоки естественно они реверсивные и по ходу движения и против хода можно ставить сразу хочу заметить возможность в сайбоксе здесь без каких-то дополнительных манипуляций адаптеров есть возможность регулировать по высоте вот этот блок это нужно будет когда будет используется для погодок но если для одного ребенка вы вот такой бонус получаете возможность регулировать да кстати ну и с люлькой и с прогулочным блоком регулируется вот по высоте да конечно так давай сразу козырьки сравним открой козыречек посмотрим насколько они отличаются или не отличаются в козырьке имеется дополнительные секции да еще чего очень глубоко закрываем ребенка они практически идентичны как вы видите материал естественно как и в люльках они классные у сайбокса есть вот в этой части секция с москитной сеточкой чтобы можно было открыть у ap baby сеточки спрятаны как в данной секции такая не широкая секция сеточкой так и соответственно неприкрываемые секции сеточкой в ближней секции которая закрывается на молнии так давай взглянем на сиденье с тобой посмотрим какие у них сиденья что мне нравится у сайбокса спинка очень высокая я об этом в обзоре говорил для высоких детей это реально круто потому что бывает такое что дети прям очень высокий здесь с этим проблем нет мягкий матрасик все хорошо сразу получается что вот накладки которые на ремни здесь для безопасности сделаны они стоят сразу торчком чтобы удобно было посадить ребенка не нужно было ремни доставать под ребенка мягкая накладка естественно если на паховой зоне бампер как калиточка откидывается вот собственно вот это основной функционал мой подножка естественно регулируемая а что здесь у ap baby vista спинка тоже очень высокая и имеется также регулировки плечевой зоны ремня как принципе до мягкие накладки присутствует на плечевой зоне ремня но нету в паховой области здесь кстати имеется возможность даже небольших и пределах регулировать и высоту козырька бампер откидывается также калиткой можно слева либо справа откидывать и подножка также регулируется по наклону и теперь давайте мы вам покажем отличие конструктивное между этих двух блоков до самое такое ключевое отличие наверное заключается в способе наклона у ap baby способ наклона будет гамачком то есть в нескольких положениях раскладываем спинку и в лежачем положении ножки бедра ребенка немножко приподнят до они немножко так полусогнуты но врачи той же европе больше как бы за такую систему кровообращение лучше ножки меньше затекают но у нас в россии как немножко все такие 2 армии появилась кто-то любит кто-то только вот такие блоки воспринимает как вот в сайбоксе потому что тут просто выпрямляется ровно соответственно прогулочный блок вот их такое глобальное отличие так давайте сейчас мы еще быстренько пробежимся парами покажем как они складываются и потом перейдем уже изучать их для погодок так что касается рамы давай я расскажу сначала здесь у нас поставил так чтобы мы высоту сразу сравнили телескопически можно регулировать высоту ручки что там что там видите сайбоксе немножечко повыше на толщину ручки как раз минимальное положение одинаково да кстати что касается материалов которые использованы в обивке сайбоксе эко кожа и на бампере и на ручке но в аппэйби более высокого качества использована это эко кожа она перфорированная ощущается более такой дорогой как по мне да тебе нужно но и у сайбокса очень хорошо все выполнено аппэйби да естественно чуть-чуть поинтереснее выполнено сказал что здесь плохо я сказал здесь получше вот собственно по ручкам мы с вами разобрали что касается колес колеса здесь полиуретановые они не надувные но они все равно достаточно мягкие поэтому для плохих дорог как по мне они подходят очень хорошо достаточно мягенько приятно едут что касается амортизации здесь спереди она установлена и сзади вот в этой части тоже есть амортизатор стой когда обстоят у аппэйби тоже мягкие колеса кстати по диаметру я бы отметил бы что передние колеса и у сайбоксе в аппэйби по 20 сантиметров задние колеса чуть чуть больше у аппэйби 29 сантиметров тогда как у сайбокса 28 амортизация здесь на переднем системе колесах антишок то есть под подкатывается колеса и система амортизации на консервной конструкции рамы которые тоже смягчают ход вот практически идентичная конструкция но немножечко передней амортизации там будут за того что подкручивается они отличаются слегка ну по-моему здесь тоже похоже очень да здесь похожая система да и у сайбокса вот ой сайбокса пардон у аппэйби вот мне лично очень нравится система блокировки передних колес очень как по мне продумано сделали да одним движением просто сверху нажали и там сразу индикация зеленая зеленый танк как бы лампочка на грубо говоря исчезает все она заблокирована еще раз нажимаем она разблокирована у сайбокса нужно сзади поворачивает рычажок это чуть менее удобно но как по мне так багажнике давай с тобой посмотрим это как бы явное такое отличие визуально вы видите но справедливости ради он и у сайбокса очень хороший большой багажник с большим доступом вообще без претензий абсолютно у него тоже здесь в основании пластиковые такие пластины вшиты туда чтобы он не провисал в общем претензий багажника у меня нет да ну бесполе бесспорный лидер по объему багажника это конечно же аппо бэйби здесь очень большой объем здесь для удобства доступа отгибается вот эта часть багажника и плюс ко всему имеется кармашечки множество кармашечки так так же какие на дне есть специальный отсек чтобы хранить что-то что и по багажнику не крутилась из минусов отметил бы что перекладина идет поперек багажника что ограничивает в каком-то мере соответственно что-то что-то объемное ну хотя что вы-то будете класть такого в общем все нормально с багажником когда мне все хорошо так давай теперь их сложим смотрите когда я делал обзор этой коляске отдельно в обзоре я сам забыл немножко про вот эту блокировочку от случайного складывания здесь чтобы сложить нужно ее нажать две кнопочки на ручке толкаем и соответственно она пошла складываться подножку так убираем и собственно что мы получаем сложенном виде а по baby vista тоже можно сложить вместе с прогулочным блоком но для того чтобы сложить мы отгибаем два рычажочка наверх и опускаем вниз до ручку и фиксируем для для более компактной формы опускаем подножку как по мне тут в равенство абсолютно и вот что сайбок сам возможно есть я хочу проверить возможно как и в газе вот так сначала ну да да это же сайбокс да это в таком формате тогда можно вот так сложить получится еще компактнее и ручка для транспортировки здесь есть кстати в обзоре отдельно я совершенно про это забыл ссоре вот поэтому здесь вы это можете наблюдать не круто круто вообще красавчики так раскладываем на фиксатор отгибается и раскладываем и ту и другую колясочку так собственно рассказали мы вот как для одного ребеночка что-то добавить хотел я думаю стоит показать как соответственно регулируется по высоте блок чтобы это было наглядно видно все таки преимущество безусловно и сайбокс насколько знаю надо снять да вместе с блоком не регулируется надо обязательно сначала выставить положение фиксаторов по высоте есть среднее есть высокая наложение а сейчас стояла на самом низком положении да да можно так да можно измер себе показать да слову с реверсом естественно и уапа baby вот ну и еще можно на самом высокое прям до может есть на вы видите да выше повыше то особенно это с люлькой наверно актуально и либо когда для твоих детей естественно кстати еще один момент быстренько вам покажу здесь есть прикольная фишка здесь в комплекте с коляской идет багажник так это вот сюда нужно до специального переходнички спрятаны они выворачиваются кнопочку нажимаем они проворачиваются опускаем туда люлечку и идет в комплекте вот такой вот классный багажник как сумка из на как-то назвать эту вещь в общем вот такая вот есть опция которая ставится вот сюда надо и нас не обожать до на самый верх будет вот это и потом ставить на очень круто выглядит и соответственно что-то под какие-то личные вещи здесь внутри еще есть на замочке глубокий большой кармашек для каких-то ценных вещей но как по мне это такое вот фишечка которая редко где встречаются есть на рынке уже нет но вот это я хотел вам показать сейчас начнем показывать мы ее эти коляски для погодок давай начнем тогда с ap baby если в сай боксе крепление уже стандартно встроена к коляске то в коляске ap baby висто необходимо будет приобретать вместе с адаптером ну либо если у вас есть уже коляска то адаптер надо будет отдельно докупать чтобы превратить коляску для погодков это два комплекта соответственно верхние адаптеры во-первых благодаря этим адаптером мы дополнительный блок можем поднять ну то есть если в сай боксе блок регулируется по высоте в трех положениях то за счет адаптеров в ap baby можно второе положение выставить то есть какой-то паритет дас продемонстрирует как это будет выглядит на эти адаптеры можно поставить как люльку так и прогулочный блок ну и соответственно полный функционал сохраняется и вторые адаптеры они предназначены для того чтобы люльку устанавливать вниз здесь вы уже заметили это все встроено как залим уже сказал дополнительно манипуляции сай боксе делать не нужно на фиксируются адаптеры отдельно но довольно таки несложно это делается и очень продуманное крепление с зажимом все-таки там ребенка надо нужно удержать крепко и адаптеры ставится не просто пластиковой такой фигней держится именно с зажимом металлическим замком целом да и люлька устанавливается соответственно вот сюда вот соответственно мы с вами видим идентичную конструкцию здесь только нужно было докупить адаптеры верхний и нижний так называемая ну либо сразу комплектом купить саму коляску с адаптерами да да ну это уже при покупке кому как вот здесь же этого делать не нужно было потому что все встроено так что еще у нас повести мы сейчас можем показать повести в принципе все показали единственное что могу добавить это то что модификации здесь никак не поменять то есть часто спрашивают можно ли прогулочный блок поставить вниз соответственно люльку вверх так не получится сделать а если мы хотим потом докупить еще один прогулочный блок этот прогулочный блок будет немножко отличаться от того что здесь стоит и в первую очередь тем что там крепление свои свои адаптеры то есть мы полностью будем убирать и эти адаптеры тоже и там со своими адаптером устанавливаем и получим два прогулочных блока до в и боксе соответственно можно их менять да и вот в прогулочный блок который отдельно покупается вы на за место того вот этот не поставить они действительно ограничения имеют там подножечко не регулируется ли сколько было да у нее чуть-чуть если здесь можно до приподнять подножку в дополнительном прогулочном блоке который отдельно докупается там всегда будет в одном положении в таком ровном но при этом при наклоне конечно тоже поднимается так ну в общем да здесь чуть-чуть получается взаимозаменяемость такая есть вот так же можно сюда ставить 2 авто люльки что здесь что здесь можно авто люльку ставить с люлькой в общем я даже знаю как какие как нельзя ставить полу как угодно мне с авто люльками любые модификации только можно как сверху ставить так и снизу соответственно и в айбексе тоже как две авто люльки естественно одновременно можно ставить и здесь также но для этого надо будет отдельные переходники приобретать что в сайбексе что в аппо бэйби да у люлик крепления все-таки они другие это всегда дополнительные адаптеры практически в любых колясках но за исключением как раз таки исключением является то что у аппо бэйби есть свои авто люльки место называется они уже будет со своими таки не то что за своими они подходят эти авто авто люльки на эти переходники которые мы сейчас уже установили то есть если мы две родные авто люльки приобретем то соответственно можно поставить и как снизу так и сверху да принципе я уж даже не знаю что добавить по моему я думаю стоит показать как выглядит когда прогулочка меня места да да давай поменяем потому что здесь есть такая возможность сейчас секунду кнопочка но это можно ставить соответственно у нас вот так внутрь да только так да только лицом в сторону ручка что спинка она упрется и соответственно не получится нам поставить и положение отрегулировано должно быть на самый верх потому что не поместится иначе вот такая вот есть опция но когда прогулочные блоки ставятся 2 можно и вывести и в сайбексе лицом вперед ехать насколько помню да да если два прогулочных блока то что есть тайбек что аппо бэйби можно одновременно регулировать либо лицом наоборот и насколько помню и в раздвигать их друг от друга тоже можно друга друга надо при я проверю если это можно то картиночку я сейчас куда-нибудь здесь выведу в общем максимально богатый функционал и я считаю что вот такого рода коляски когда погодки ну или близнецы до родились двойняшки это самый правильный вариант есть коляски хорошие коляски вот бомба лать например тоже американцы там рядышком дети тоже хорошо удобно и управляется хорошо но она становится очень широкой и вы очень сильно ограничены в движении даже тротуар вы весь по сути занимаете иногда эти ступеньки которые объезжать приходит в общем есть неудобства а в случае с такими колясками вы все равно остаетесь достаточно мобильными как по мне вот и я бы рекомендовал в первую очередь сначала на такие обращать внимание если городская эксплуатация где-то в частном секторе где нет проблем само собой там ваше дело но вот такие варианты очень даже неплохие плюс эти коляски стоят практически одинаково не хранится буквально 200 рублей я не ошибаюсь ссылки внизу на эти коляски будут пройдите посмотрите сейчас очень вкусные цены с акции поэтому если нужно сейчас самое время приобретать вот как по мне я все сказал те что то добавить да пожалуй ты все сказал это самые интересные коляски которые можно использовать как полноценно как для одного ребенка так и для погодков я при желании можно приобрести и как для близнецов и и с учетом того что приемлемые габариты действительно мобильность очень хорошая а при и мы получаем полноценные блоки то есть полноценная люлька полноценный прогулочный блок да и она когда будет для одного ребенка покупать это не какой-то компромисс она прекрасная коляска даже для одного ребенка ее чаще всего и покупают что одну что другую для одного ребенка но вот если вам повезло и у вас так сложилось что вот и следующий ребеночек то вы останетесь бонусом что у вас есть возможность это все трансформировать как по мне очень круто вот но собственно мы закругляемся мы очень надеемся залим что мы смогли вам объяснить показать что эти коляски себя представляет напомню ссылки внизу в описании и мы хотим пожелать вам сделать хороший грамотный выбор колясочек для ваших детей и удачи на дорогах пока